Но мы на этом не закончим, потому что нам предстоит, собственно говоря, то, из-за чего, может быть, мы в том числе пришли в современник. То есть сейчас вы будете свидетелями элемента театральной постановки, вернее, читки. Кто-то, может быть, знает, что мы в последнем номере опубликовали отрывки из пьесы Юрия Михайловича Лужкова, пьесы в стихах «Сократ всегда Сократ». Мы до последнего ждали Юрия Михайловича здесь, думали, что, может быть, он прочитает сам эти отрывки. Ну, когда стало ясно, что он улетает, как нам он сказал, в командировку, мы, в общем, поняли, что у нас появился простор для собственного творчества. И сейчас мы предлагаем вам посмотреть читку, отрывка пьесы «Сократ всегда Сократ» в исполнении актеров театра «Школа драматического искусства» Сергея Ганина и романа «Долгушина». Понимаете, какая штука? Вроде бы Юрий Михайлович говорил про то, что ни в коем случае не надо в его пьесе искать никаких аналогий с сегодняшним днем. Но, боже мой, как же все прозрачно в этой пьесе. Это нужно прочитать или посмотреть то, что вы сейчас увидите. Хотя лучше прочитать это полностью, конечно. Конечно, я даже думал, может быть, позвать Андрея Александровича Фурсенко или позвать Алексея Леонидовича Кудрина. А потом подумал, что в конце концов здесь сейчас будут и Фурсии, и Квадрии. Вот этого вполне достаточно. Ну, и, в общем, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Москва, слотые купола, Москва по золоту реком, проходит летопись времен. Субтитры создавал DimaTorzok Афины! Слушайте! 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 Сейчас Фурсику будет говорить о том, как раньше афиняне жили, а также о том, как предстоит им жить. Друзья мои, солдаты, демократы, домохозяйки, мастера, купцы, афинский люд, К тебе я обращаюсь, чтобы слова мои во все концы разнесены молдой людскою. Вы, услышав их, чтоб вы не позабыли, что я скажу и что вам доложу. Я справдую в словах своих дружу. Вас я собрал объявить о разгроме врага. Нам ведь свобода больше, чем жизнь дорога. Наша победа великой была, но нелегкой. Знаете, дорога к свободе, она не бывает короткой. Множество граждан в войне той страна потеряла до иных потерь. Тоже случалось немало. Нет тех двухсот городов, что вассалами нашими были. Деньги казны с олигархами вместе уплыли. Спартак давно уж мечтает от нас отделиться. Тарис Востока походом ловенным грозится, Чтоб накормить афинян, почти все покупая. Деньги давно уж не те мы с экспорта ойл, лиф получаем. Скуден бюджет, тяжелые государства, заботы. Я вам назвал только самые жгучие наши заботы. В общем и целом назрели, друзья, перемены. Новый порядок в Афинах мы твердой рукою построим. Будет хорошим строителем тот, кто в войне был героем. Этот строитель-герой, афиня нам прекрасно известен. Это Анит. И в бою, и во власти на месте он на своем, на законном. Прославлен повсюду. Власть принимай, мой Анит. А я, а я, помогать тебе буду. Фразибу, ноша, не по мне. Потянешь, народ поддержит. А по воде ты натянешь, потуже. Чтобы был ровнее ход у нашей демократии. Вперед! Ну, коли так, благодарю тебя. Мудрее еще не было вождя. Ты и велик, и прост. Ты ясно очертил всю трудность положения Афин. Куда все делось? Раньше мы, бывало, беды не знали. И богатство пребывало, как пребывает на рассвете солнце свет. А что сейчас? Сказали нам привет те 200 городов, что ты упомянул. Раньше ты в бараний рог их гнул. Соседи-варвары не смели с нами драться. И Тарий, мерзкий пес, нам слал послов продаться. В спортивных игрищах мы побеждали Спарту. Чтобы приятно было нам смотреть на карту, поскольку территория росла. И пребывали силы постоянно. И были воины, готовы в бой идти. И били супостатов неопрестанно, когда они вставали на пути. Сильны мы были. Жаль, что несвободны. Нас всех душила олигархов власть. Они за счет народа богатели. Народу оставалось микроча от всех богатств. Чтоб только не пропасть в последней нищете. В неправоте. Но время. Новое пришло в Афины к нам. Как волны новые взамен идут волнам. Расцвета время, братства и свободы. Теперь вольнее дышится народ. И нашу власть Афины поддержали. И дали нам большой кредит. Доверие. Хотя небесной манной мы и не обещали. И звали вы людей сажать деревья, колодцы рыть, дома и храмы строить. На труд упорный жизнь свою настроить. Все это благо. Мирный труд в своей стране. Без диктатуры тридцати тиранов. При них мы жили будто на войне. Но, говорю я, поздно или рано, мы к жизни перейдем совсем иной. Богатый и достойный и счастливый. Где хватит всем всего. Не будет дивом вилла у человека среднего достатка. Мы выстроим себе страну порядка. И суверенно станем себе жить. Соседям понапрасну не грозить. Но дать отпор врагу всегда сумеем. И не позволим посадить себе на шею Ни Дарья, ни Спарту, никогда. Да будет так. Но есть одна беда. Для достижения великой цели Потребны годы нам, а не недели. Особое потребно нам сплочение. Невиданное нужное единение, Чтобы Афины к счастью привести. И мы сметем решительность пути любого, Кто болтать теперь начнет. В разрез с идеей нашей. Идиот, наверное, недолго проживет. И по делам ему такие гады С периклом деспотом игру свою вели. В итоге всю страну до ручки довели. При олигархах пользы не видала от них страна, Хотя дала немало им блага. Разно. Терпеть не будем мы Их безобразие нынче. Не смешны, а грозны намерения наши, Кто станет на пути тому с отравой чашу, Или кинжал, или огонь. Короче, смерть против Афин и Афинян. Не смерть! Свои слова о ней Высокой правдой пишет. Их на скрижалях мраморных запишет сама История или отольет в гранит. И навека для мира сохранит, Как точно ты сказала, О новой твердой власти. И о тревогах Разделяю я тревоги. Чтобы избежать потерь нам и напасти, Нам нужно полностью собрать налоги. Как твой министр финансов, Я скажу, что ничего страшнее нет нам, Чем строить нам дороги, Хоть мало денег. Все равно вложу Я их в персидский фонд. Тогда увидят боги, Какую пользу я Афинам приношу. Мы до гроша сдерем И со всех оплату, По всем налогам. Ведь Афины не собес. А если денег нет, Уматывай, ребята, Без разницы, куда, в пещеру или в лес. Согласен, квадрии, Полностью с тобой. А лишь дополнение хочу я сделать. А именно, Дадим смертельный бой Тому, кто нам мешает Школу переделать. Кто без оплаты Учит молодежь, Тот против наших принципов идет. Нас ведь как? И шагунь, и шагнешь, Чтобы не заплатить. А он их даром учит. К тому же весь набор наук Дает подобный опыт. Ежели внедрить, То школу можно навсегда Закрыть. Она же нам не принесет Доходов. Если так, зачем? Так сколь и быть. Я знаю, Пурсий, Про кого ты говоришь. Пылая гневом, Ты лицом горишь, И ненависть видна В твоих глазах. Тот человек, Конечно же, Сократ, Философ, Войн, Патриот, Мудрец. Умнее многих он Примерно вастократ Или более того. И все же ждет его, Я думаю, Конец. Забвение И позор, И больше ничего. Он взявся, Говорит, Господи, Прости, Не признает. И Фурсий прав, Он денег Не берет За те науки, Что преподает. К тому же на язык Отчаянно Востер. Неплохо, Неплохо было бы его В костер. В костер? В костер? В костер! В костер! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова